Я буду актрисой, я буду актрисой, я буду актрисой, я буду актрисой, я буду актрисой. Я его держала за руку, я успела примчаться. У меня такой сумасшествия, сумасшедшей популярности не было. Ты влюбчивая? Найду такого, который будет зарабатывать очень много. Мне вообще не надо вот это все. Прикинь, сколько она видела. Я думала, многое хотела бы забыть. Нельзя жить не в свободе. Вы понимаете, что мы не свободны? Это ужасно. Это концлагерь. И носа не воротила? Нет, Катя, не воротила. Мне не стыдно. Скажи, гордивый, скажи, скажи, скажи. Я купила такие перчаточки. Они прям, знаешь, как оренбургский пуховый платок. Мама дорогая, какая красота. Вот давай, мы сейчас с тобой замерзли, и видишь, руки уже прямо, а руки должны быть в тепле. Какие выбираешь? Мне вот эти. Да. Тебе они больше подойдут. Потому что эти к этому подходят, да. Да. Вообще красота. Вот от этого тепло. Класс. Такую руку надо давать целовать. Да? Да. Теперь будет возможность. Цвет? Сегодня туман на улице. Так. Давай, допустим, туман. Или наоборот. Пойдем в яркие краски. Прям совсем какой-нибудь. Хочешь? Ультра такой. Тыщ. Рисково, но хочу. Да я тебе почему-то. Есть яркий пинг? Прям вот такой, который прям вообще вот такой. Есть? Есть. Есть прям такой яркий пинг. Я не люблю такой. Но он будет давать немножечко контрапункт такого. Знаешь, он туман сегодня развозит, и хочется спать. И осень. А он немножко так, может, настроение? Не понравится, берем. Хорошо. Вы же можете. Баблгам. Ой. Не получилось. Баблгам. Тум. Во. Теперь получилось. Здесь будет баблгам. А почему ты ни с кем не споришь? Почему все тебя называют Розанова, а ты никому ничего не говоришь? Да я так устала в молодости рассказывать про то, что я Розанова. Я задолбала всех журналистов вначале, когда я давала по молодости интервью. Я всем рассказывала долго. Понимаете, когда папа с мамой встретились. Папа Розанов, Кстромы, у меня дворянский род, все Розановы. Там к Василию Васильевичу идут, там всякие тропочки. Да, вот я хотела спросить. Да, понимаешь? Ну, я так часто об этом рассказывала, но как-то вот, понимаешь, все это как-то не прижилось. Думаю, ну, зовите Розанова, пожалуйста. Розанова? Пожалуйста. Вообще, можно Розаниха. Мне очень нравится. Мягко. Это кто про Ролиганский? Да. Кто-то со стороны зовет Розаниха, кто-то назвал. Ну, я теперь откликаюсь. И мне самой нравится. Почему ты не любишь давать интервью? Ну, почему я не люблю давать интервью по делу, я люблю давать интервью предметы, когда есть, работы, чего-то еще. Почему бы и нет? А про себя? Рассказывать? А зачем? Я рассказываю практически очень часто в своих работах что-то о себе. и как-то так стараюсь по возможности делать это искренне, как мне кажется. Вот и все. А что я должна рассказывать про своих, про свою личную жизнь? Я это не люблю, потому что я не вижу как бы повода, я дружу со всеми практически. У меня не осталось врагов. Григорий Романович Беленький, оператор, который снял «Дети понедельники», который страна уже наизусть знает, куда не придешь. И мы опять смотрели «Дети понедельника» с Уриковой Оленичной, да. И наизусть-то не выучили. Мы соседствуем. Кстати, знаешь, это очень прекрасно. Да? И в период пандемии, когда все закрыто, очень у нас так 17-16 этаж, можно салатик передать, супчик. Конечно, конечно. Я вообще ни с кем, в принципе, по жизни... Не осталось врагов. Это вообще какая-то гениальная фраза. Нет, у меня не осталось врагов там. Может, у кого-то остались какие-то обиды. Но нет. Нет. Ты специально что-то делала, чтобы их не оставалось? Ты мирилась, просила прощения? Или само собой сходила на нет? Ну, а за что должна была прощения-то по большому счету просить? За то, что я могла уйти первая? Или что? За что прощения просить? Просто, ну, жили люди, не случилось, не получилось. Но, тем не менее, были прекрасные периоды. Замечали, и тоже мои были. И куда я их дену? Наверное, я могу тебе сказать, что вот почему я ни с кем не ругалась и не поругалась из спутников моей жизни, которых мне, в общем, приписывают еще больше. Вот. И почему у меня обиды нет? Потому что обиды, это, как ты понимаешь, это ни к чему, это зачем, потому что обижаться не на что, потому что я тоже в чем-то участвовала. Вот. А, наверное, мой вот такой, знаешь, не реализованный комплекс физиологический, как матери, вот такое материнство, а он у меня, наверное, превышает все, что можно. То есть ты прям действительно... То есть ты прям действительно... Я действительно буду носить до конца, и я буду рядом. Ты об этом думаешь? И я. Я не думаю, я так живу. Почему нет и обиды, даже что бы там ни было, на какие-то это, потому что я все равно буду чуть-чуть себя больше другом, больше с пониманием, потому что, потому что это так, да, потому что это так. Ты сказала про этот нереализованный комплекс, и я спросила, что ты все время про это думаешь, ты все время об этом паришься. Нет, я не думаю, я не парюсь, я потому что вот к тому, что ты говоришь, вот ты сейчас вот, ты как-то со всеми общаешься. Да. Может быть, мне и было на что-то обидеться, но я все это отпустила, и все равно я же понимаю, что, понимаешь, это, как сказать, это больше... И я все равно становилась, я, знаешь, как в какой-то момент чуть-чуть ты чувствуешь себя женщиной, а потом ты начинаешь чувствовать себя матерью, потому что ты берешь себя в свои руки и несешь. Понимаешь, как-то у меня было так. Ира, ну это очень тяжело. Это вот ваше поколение, сейчас таки все очень тяжело, он должен сам работать, я найду такого, который будет зарабатывать очень много, мне вообще не надо вот это все, что это? Что, он тебе не купил чего-то, ты с ума сошла, ты не женщина вообще, как-то зачем ты родилась? Ты хочешь, чтобы я такая была, что ли? Нет. Мы же с тобой по-взрослому разговариваем, какие-то взрослые вещи. Ну, переть все на себе тоже реально трудно. Ну, не переть все на себе, ну, я вообще просто, как сказать, я... Я такая, не все на себе, конечно, нет, все вместе что-то делают. Родители, большая семья, все сама, со скольки лет ты зарабатываешь деньги. В пяти, Катерина. Вот. Если не с эмбрионом мамой, потому что она до восьми не играла. У меня была кукла когда-то, которая купила на свои деньги, немецкая, ходячая. Ходячая кукла. Она умела ходить. Ходячая. Таких кукол не было, но она ходила. Это кукла, понимаешь? Так ты сама вообще в пять лет пошла в театр, устроилась? Я не устроилась. Я просто артисткой работала. Играла Дженни Герхард по драйзеру. Играла главную роль. А девочка, артистка, заболела. Вот. И я пошла к директору вместе с мамой. Сказала, все, я буду играть. Я знаю. Я знаю, как это делать. Раз. Два. Да. Я играла. 7 июля 2007 года, в день трех семерок, швейцарская организация New Open World Corporation подвела итоги грандиозного проекта по выбору новых семи чудес света. В голосовании приняли участие больше 90 миллионов человек, а первое место рейтинга возглавил Мачу-Пихчу, древний город инков в Перу. Также в первую семерку вошли Римский Колизей, Великая Китайская Стена, Петра, древнейший и красивейший город из розового камня, индийская мечеть Тадж-Махал, Чичин-Итса, загадочное поселение Майя в Мексике и, наконец, статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Важное преимущество современного списка перед исторической версией состоит в том, что все эти объекты сегодня можно увидеть своими глазами. С туристическими задачами разобрались. Ну а для достижения других целей на онлайн-платформе «Нитология» в новом году запустили специальный имейл-курс «Семь шагов к цели». Хочется сделать очень много, с чего начать непонятно, как все успеть тоже. Если вы узнали себя в этой ситуации, то курс «Семь шагов к цели» вам точно будет полезен. Он бесплатный, а самое главное, понятный и простой. Оставляете заявку на регистрацию и получаете на почту семь писем с семью практическими советами, которые помогут отличить истинные цели от ложных, не останавливаться на полпути и поддерживать мотивацию. А после прохождения курса вам будет сильно проще определиться с приоритетами и сфокусироваться на том, что для вас действительно актуально. По ссылке в описании все подробности о бесплатном курсе «Семь шагов к цели». А по промокоду «Скажи Гордеевой», как всегда, скидка 45% на все платные курсы в «Нитологии». А ты, вы рязанские же, это… Ну, во-первых, я не рязанская, а пензенская. Ну, хорошо, вы пензенская. Я вообще больше москвичка, потому что я вернулась на историческую родину. Мама отсюда сбежала, а я вернулась. А, то есть это восстановление исторической справедливости. Да, это правда, Кать, Кать. Да, она струсила. Почему струсила? Ну, потому что она заканчивала Московское государственное училище при Театре Брюковского. Маму преподавали мхатовские педагоги. Было очень сильное училище. Она училась с Ольгой Александровной Оросевой. Но я все время вспоминала, как ей Александровна Оросева помогла поступить. А я даже была на передаче когда-то с ней, с Александрой, рассказывала про маму. Так а почему она сбежала? Ее оставляли в Москве, но она, я так думаю, струсила. Она рассказывала всегда очень смешную историю. А так как мама была большая театральная актриса и драматически трагическая, то мама еще рассказывала всегда, знаешь. Я когда начинаю что-то вот сейчас, знаешь, как странно, что ты делаешь, я понимаю, боже мой, вот прям совсем все мамино, вот настолько похоже. Иногда ее интонация, иногда ее прямо голос, ее. Вот я вот к этому говорю. У нее низкий был. У нее, да, раз, у нее низкий. Ой, она там до галерки, конечно. И вот она, когда закончила, ее оставляли, но она пошла на биржу труда. Такие были биржи труда. Я все рассказывала. И увидела я Станиславского. И поехала в Кострому работать, да, в провинцию. Думаю, что она струсила остаться в Москве, поехала в Кострому. Ну, там она встретила папу, понимаешь. О, какое счастье, а то не было бы нас. Ну, а в Рязанском театре она и работала, и с Мактуновским играла, с Луновым. А я вот не понимаю, как это с Мактуновским, Луновой оказываются в Рязани вдруг? Понятно, что 100 километров, но все равно. Нет, раньше, как пьесы-то ставились, например, стар Федор Иоаннович. Шла пьеса, Мактуновский играл в Москве, и приезжал приглашенный великий актер играть в театре. Он играл с мамой. Василий Семенович играл, тоже спектакль был такой, из жизни деловой женщины. Она играла, такой, директор завода, три часа не сходя со сцены, энергии у нее море. А Василий Семенович играл в приглашенные инженеры этого. Очень много в Рязань приезжали, очень. Это же близко, и сейчас многие ездят. То есть это не как интерприза была, это как работа была? Нет, 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 как работа. Смактуновский играл в спектакле, который был... Сейчас такого нет? Сейчас такого, наверное, нет. Я сейчас мало знаю, что есть в театре. Почему? Не знаю, потому что я очень люблю кино. Я очень люблю кино. Я, знаешь, как хочу, говорю, я родилась в театре, я не хочу там умереть. Чем кино лучше, чем театр? Кино, чем лучше, впечатлений больше разных. Разных впечатлений больше, понимаешь? Встреч больше разных. У меня же я когда-то снималась в Мурманске и играла «Капитана Сухогруза». Сама управляла, дали мне порулить сухогрузу, вот это махины. А у меня папа тралил мины после войны в Баренцевом море. И вот я стою, думаю, что это профессия, работа или как. Я же никогда в жизни не попала бы туда и не вышла бы в открытое море. А это прям сумасшедшее ощущение. Это, знаешь, Рахманинов. Когда вот эта вот махина, вот этот север. Другая красота. Как классно с Рахманиновым сравнила. Да, да, да. Но это правда так. Какой концерт? Ну, сейчас сказать не надо. А то у меня, по-моему, в литературе была двойка. У меня вот с детства я ваше музыкальное училище, я забуду. Не-не-не-не, сравнить. Сравнить сейчас не помню, какой у тебя. Тральный мин с Рахманиновым, это прям вообще... Ну, просто с Рахманиновым, да, ладно? Ладно, просто с Рахманиновым, хорошо. Просто с Рахманиновым. Так, чем еще кино лучше, кроме путешествий и встреч с интересными людьми? Ну, а этого мало. По-моему, даже так достаточно. Ну, для актерской профессии, мне кажется, недостаточно. Ну, опять же, я просто честно скажу, я много очень работала с детства. Ну, я с эмбрионом мамой вот так вот. Мы многие, конечно, мамы работали на сценах, сейчас девочки в кино. Но у меня Пашка, брат мой старший, шутит, знаешь, как? Он говорит, да, растаскала тебя мама. Растрясла в системе Станиславского. Она играла сумасшедшую Элизу в «Детях солнца». Я говорю, мам, ну, ей же какая-то... До восьмого месяца наиграла. До восьмого месяца. Ей же можно было смотреть на цветочки, прекрасная жизнь. Ну, зачем так-то вот? Вот, говорит, и рожала я тебя, говорит, с анекдотами. Я говорю, спасибо. И выскочила я очень быстро, в год Гагарина. Я к чему говорю, что... Вот как-то брата по-другому носила все-таки. Мальчик на девять лет старше, мальчикам по-другому относятся. Наверное, Павлуша. Ну, я уже давно на пенсии от театра. Последний театр-то был Кончаловский, да? Да. Аркадина? Да, да. Это было круто. Как вы с Кончаловским работаете в театре, не в кино? Да, мы в кино работали с Андреем Сергеевичем, потом в «Глянце». Как и в кино, как и в театре. Но в кино просто быстрее, в театре так же. У нас был... Когда мы уже там размяли, когда уже мы... Ну, Андрей Сергеевич же ставил эту пьесу, да? Поэтому у него уже какая-то была конструкция готовая. Что-то было готовое. А что-то совершенно другое, то, что мы искали. Наверное, Андрею Сергеевичу в том момент понравилось. А мне тоже тем более. Потому что как-то я так расхулиганилась. Потому что когда я в Ленкоме, я же Инна Михайловна, каждый спектакль наблюдала. И играли же. Инна Михайловна играла, как... Играла бы моя мама, наверное. Вот знаешь, как те актрисы, вот когда она играла. Неси свой крест и веруй. С каким-то... С хулиганством, конечно. Но я когда пришла, перечитала, знала наизусть, перечитала, перешла к Кончаловску, Андрею Сергеевичу. Это же квинтэссенция нашей актерской глупости. Какая же она ужасная актриса. Она вообще... В жизни она потрясающая актриса. Там как это? Три букета, два венка и брошь, и все. И меня принимали вообще. Кто ее принимал? Она очень фиговая актриса. Нужно сказать о профессии. В жизни да. И поэтому вот эта установка и хулиганство мы и очень раз хулиганили. И вот я там приходила смеяться очень, знаешь, так низко на диафрагме, что очень трудно. Кстати, меня очень еще помогал Хамдамов. Потому что он был рядом, когда он пришел к нам делать костюмы. И приходил ко мне перед премьерой, перед спектаклем. Говорил, смейся, ты это хорошо делаешь, ты умеешь это делать. Ты смеешься на диафрагме, как оперная певица. И это тоже такой физический спорт, понимаешь? Это не просто выйти на сцену, походить печально. Это физкультура. У меня перед премьерой глаз кровоизлияния было. У меня есть даже фотография. Лопнул сосуд, да. Ну что, нет, я была на спектакле, и мне показалось, что это как раз очень точная история про то, что Аркадина, она ужасно фальшивая. Ну вообще. Ну да. То есть она, ну это пародия на актрису. Конечно. Но все равно вот в то время, как будто понимаешь, все равно, я тебе говорю, финал еще у нас был замечательный. Андрей Сергеевич сделал финал, по-моему, хатовский финал, когда мы играли в лото, она продолжала играть в лото, она пила вино, играла там это, это. А Костя стреляется, она даже не замечает, что он стреляется. Проходит, потом когда-нибудь ее накроет. Вот это такой страшный был финал, вообще спектакль. А музыка Артемьева просто сводила с ума в четвертом акте. Это каждый раз вместе с ней умираешь. Юшкин Котт, Кончаловский режиссер, Хандамов, художник по костюмам и музыка Артемьева. Да это же можно вообще чокнуть. Понимаешь, да? О каком театре я тебе говорю, Катя? Нет, я не к тому еще потрясающие актеры, ой, вернее, режиссеры и театр. Ну вот нравится артистам каждый день выходить на сцену. Ну нравится. Нет, Катя, мне не нравится. Каждый день выходить на сцену мне не нравится. Когда ты поехала в Москву, мама, которая не осталась в Москве, что сказала? Нет, ну я не сразу поехала и не сразу все это случилось, потому что я поступала два года подряд. Да. И мама, не то, чтобы она не хотела, нет, она не то, чтобы этого не хотела. Она просто понимала, что если в этой профессии что-то не складывается, как ты понимаешь, да, то это очень тяжелая вещь. Я даже писала письмо Катину Ярцеву, когда я в Щекинское училище не поступила. Вот она писала ему письмо, и он ответил. Да, он ответил маме, говорит, я написала. Она написала, что я народная актриса такого-то театра, Рязани, все. Хотела бы просто спросить вас, как актриса, может ли моя дочь заниматься этим делом, как вы считаете? Вот она не поступила, и он ответил очень тепло, по-человечески, что, конечно, нужно поступать, но в этом году были такие и такие условия поступления, а ваша Ирина, конечно, должна быть актриса. У меня есть тетрадка, я не помню, где она лежит, но где-то лежит. Мне Ремис Аскарьяк личило замечание, когда я училась, поступила в гипссюжет, причем я сделала отрывок, который играла моя мама когда-то, и мне хотелось очень эмоционально, мне хотелось драматически, я, конечно, там накосячила страшно, я понимаю, что я там что-то рвала на себе волосы, изображала, но сделала я как-то, видно, не очень. И мне, в общем, наш педагог Аскарьяк Ремис, замечательный человек, кстати, я была очень благодарна, делает замечательные замечания, вот что-то там, это, это, в общем, ругает, ругает. А у меня тетрадки, мы же все записывали тогда, что пишет мастер, у меня написано, я буду актрисой, 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 я буду актрисой. Понимаешь, ну вот чего-то такое получилось из этого, вот как-то так. Большое количество ребят вашего выпуска, вашего года, того поколения, как будто бы 90-е, вот эти начала 2000-х, их подкосило и выбило из профессии. Это у меня правильное ощущение или нет? Мне кажется, что нужно было пережить отсутствие возможности работать, дожить до какого-то уже более-менее жирненького периода кино и театра, но при этом сохраниться в профессии. И это было очень-очень трудно. Не знаю, как 90-е, там, наверное, безусловно, много потерялось. Но даже вот если взять курс, то мой курс это Угольников Игорь Продюсер. Вот. Я знаю, что, ну, так очень активно работает, конечно, всегда Ромка Майдяна. Ты же понимаешь, что вот я, я знаю, там девчонки играют в театрах, нет такого большого, как бы у них кино много. А многие вообще канули, я не знаю даже где они, чего и что с ребятами происходит. Ведь немногие же, да. Сатиса Акианс, ты же знаешь, да, она делает тоже там свои, там, вот. А так мало. Да вообще такая, знаешь, если не, как в любом, наверное, деле, в любом деле нужен кайф, в любом деле, а в творчестве особенно. Если здесь не быть сумасшедшим, чокнутым, не болеть, не хотеть, не уходить вот в эти сумасшествия, которые почему-то тебе, какой-то садомазохизм, честно говоря. Потому что вот как вот можно в одиннадцать надеть костюм, надеть парик, придумать это, а в четыре утра следующего дня снять. И при этом вот, понимаешь, работать и получать вот этот, да, кайф. Это же садомаза какая-то, когда голова уже вот так вот, когда все вот так, а ты должна что-то делать. Но и в то же время это кайф, профессия это не очень, не очень легкая, понимаешь? Я скорее, знаешь, нет, я скорее про обиду. Про обиду какую? Про обиду на время, что вот время не дало шанса. Ой, я даже не знаю, потому что у меня нет никаких обид на время. Я могла сняться в какой-нибудь комедии, которую я понимала, может, она не высокого содержания какого-то, может быть. Но это опять моя профессия, понимаешь? Вот здесь я деньги зарабатываю, и мне не стыдно. Мне не стыдно. Вот есть те вещи, когда вот в другом месте мне, наверное, стыдно было бы зарабатывать. А у меня работа такая. Знаешь, кому-то картина нравится, кому-то эта картина вообще безумно не нравится. То есть ты, когда получаешь сценарии, ты скорее согласишься, чем откажешься? Нет, не всегда. Я отказываюсь очень часто. То есть у тебя огромная, приогромная фильмография такая. Сейчас уже у детей больше, чем у меня, Катя, перестань. Ты сейчас будешь ребенку, у него уже под 200. Думаешь, малыш, когда ты успел? Тут уже, да, не, 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 не очень. Ну, я, да, я снимаюсь. Это правда, я снимаюсь. Я люблю кино, я снимаюсь. И ты снималась вот в тот момент, когда никто нигде не снимался. Я имею в виду 90-е, когда кинематограф был специфическим, если так аккуратно сказать. Да, 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 я снималась. И носа не воротила? Нет, Катя, не воротила. Почему? Потому что это моя профессия. А остаться без заработка, но вот не придать идеалы Школы Станиславского? Какого Станиславского? Я тебя умоляю, это все, простите, пожалуйста. Какого Станиславского? Станиславский, думаю, если бы жил бы сейчас, тоже бы рассказал много интересных вещей. Но ты снималась в художественном фильме «Крымский мост». Зачем? Во-первых, я не была в Фейсбуке вообще. Я не знала, что происходит в Фейсбуке. Я туда очень поздно пришла, в соцсети. А потом уже совсем в Инстаграм. Надо мной еще смеялись. Говорят, мы все уже в Инстаграм ушли, а ты только в Фейсбук пришла. А какая связь? А потому что я очень мало знала, что вообще происходит, что за политические события. Я вообще была не в курсе. Я когда шла к Тиграну работать, честно тебе скажу, потому что мы с ним работали когда-то, в любовницах. Мы работали. Я помню, что мы сидели когда-то в каретном дворе потом. И все это было в памяти Саши Абдулова вечера. Он мне рассказывал, что Алена беременная вторым. И я еще говорила, ну, Аленка сильная, крепкая. В общем, когда я прочитала сценарий, согласилась, и все, потом я узнала, что там уже жизнь перевернулась, что там не Алена. Я полагала, что все-все не так, понимаешь. И я пошла, потому что там и Саша Ильин, и история человеческая. Уже что? Какая? Что это? Чем это обросло? Но это меня не касается, Катя. Это не имеет ко мне отношения, понимаешь. А к моей профессии имеет отношение. Что я сыграла, да. И я видела, как... Я снималась когда-то в Керчи у Бодрова старшего и в России. Вот этот паром, который уже в какой-то момент стал моим таким действительно родным домом. Потому что меня на камбузе ждали, меня кормили ребята. Я даже как-то капитан дал подержаться за этот маленький джойстик. А он такой прям маленький джойстик, знаешь. Ты смотри, как тебе вот эти вот водные средства передвижения. Я обожаю все, что... Да, это все прикольно же, да. Здорово ведут махины. У меня как-то так вот... Биография моя складывается у каких-то у меня там оглушительных, что нет, у меня есть призы за чайку. У меня есть практически все наши призы, которые... Ну мы сейчас не про призы. Нет, я вообще говорю, ну а призы же это не... Это тоже кроли, это тоже работа. Работа, которая случается, которая оценивается. Это же не просто мне кто-то что-то по блату, дай ему вот сейчас сегодня... Я скорее не про призы, а про мечты. Про мечты... Ну я, например, вот вообще просто не знаю. Я, конечно, хочу иногда сбежать отовсюду, но я не понимаю, чем я еще могу заниматься. Я могу чуть-чуть рисовать, я могу чуть-чуть петь, мне могут прийти дурацкие строчки. Знаешь, какие мне строчки приходят? Как-то мы собирались на юг с детьми, собирали чемоданы, что-то бессонные ночи, как всегда, это бессонные ночи, тревожные, как долетим, как это все, Зойке год этому покару, там, неважно. И я ложусь, и мне вдруг вот такие... И особенно это всегда перед днем рождения, но почему-то вот так случается. Дурочка душа. Есть у меня такие строчки. Душа дурочка, душа в дырочку. Душа тоненький волосок. Разорвешь его, не поднимешься. Будешь гнить, как червленый листок. Береги ее, душу дурочку. Золотая в ней дырочки все. Может быть, тогда ты видишь, как поднимаются ввысь облака. Ну, понимаешь, вот такая вот мне глупость приходит. Вот как бы на уровне такого, ну, детского совершенно. Как, видишь, как эти вот цветочки. Потому что в детстве оставаться очень прекрасное ощущение. Когда ты остаешься в детстве, потому что она все равно тебя накроет, рано или поздно. Даже в старости. Фриденс Райхундерт Вассер один из самых необычных архитекторов 20 века. Он был жестким противником прямых линий и был уверен, что люди не должны жить в одинаковых домах. Среди его самых известных проектов, которые видели многие, кто бывал в Вене, жилой дом, построенный по заказу венского муниципалитета. Он, мягко говоря, радикально отличается от традиций местной архитектуры. А еще для Хундерт Вассера была крайне важна тема единения с природой. Он считал, что любое строительство должно быть максимально продуманным и оставлять минимум следов на природном ландшафте. Проект, который ярко раскрывает эту идею, жилой комплекс «Лесная спираль» в Дармштадте, построенный в конце 90-х годов прошлого века. Он оснащен ветряной электростанцией, которая дает энергию для перекачивания использованной воды на крышу. Отсутствие прямых линий, острых углов и спиралевидный фасад делает лесную спираль, особенно сверху, похожая на парк с буйно цветущей растительностью. Ну а сам дом имеет репутацию одного из самых престижных и оригинальных в Германии. Мы приехали на Шелепихинскую набережную, чтобы побывать на экскурсии в офисе продаж нового жилого комплекса бизнес-класса «Левел Причальный» и своими глазами увидеть, как тут все будет устроено. Мы с вами находимся на проекте «Левел Причальный». В нашем проекте продумана каждая деталь. Что это значит? Мы очень внимательно и скрупулезно подходим абсолютно ко всем процессам, начиная от выбора локации, заканчивая этапами строительства. Мы стараемся контролировать абсолютно все. А внутри все точно так же продумано? Внутри мы предусмотрели уникальный, по сути, двухуровневый двор-парк. В центре у нас расположен большой прогулочный мост, есть детские площадки, зона воркаута, места отдыха, open space. Какие квартиры будут в этом жилом комплексе? Это еще одна наша сильная сторона. Мы стараемся всегда делать планировки правильные. Кухня всегда максимально отдалена от приватных зон, от спален. При этом сами спальни не являются проходными. У нас представлены разные квартиры от студии до пятикомнатных. То есть абсолютно каждый человек может найти что-то по вкусу. Без ложной скромности скажу, что у нас самые удобные и продуманные планировки. По ссылке в описании можно посмотреть подробную презентацию проекта. По промокоду LEVEL Гордеева вы получите скидку в офисе продаж. А если все захотите увидеть своими глазами, то там же можно записаться на экскурсию. Ты одна из первых актрис, которая начала сниматься так серьезно в сериалах и знает, что это такое. Еще тогда, когда это считалось, в общем, довольно стыдно. Сейчас. Можно ли описать, в чем разница в подходе к работе над ролью между сериалом и полным метром? Ну, сериал это просто дистанция длиннее, конечно. А так, ну, никакой разницы. Вообще нет разницы работы театра, кино. Куда бы я ни пришла. Вот какая разница театра, кино. Есть разница только. Есть только одно. Если я что-то начинаю делать, если мне это в кайф заходит, и я получаю удовольствие, нет никакой разницы, где ты работаешь вообще. В театре, в кино, на телевидении. Это правда, что ты притащила Гундарева в Петербургские тайны? Это наоборот Гундарева мне сказала. Ира, не будь ты, прости, пожалуйста, да, не будь такой глупой, потому что мы озвучивали с Наташей на Мосфильме картины, и как раз в Пчелкину были пробы на Петербургские тайны. И тогда я, конечно, как и все актрисы, молодые, многие, это не сейчас, я говорила, ой, нет, Наташа, я не знаю, Пчелкин зовет, это телевидение, это сериал, нет, я хочу ролей, я хочу большого искусства, я хочу больших ролей. Вот, она говорит, знаешь что, ты не будь дурой-то, потому что это Крестовский, да, понимаю по мотивам Крестовского, это классика, это Пчелкин, Леонида Ристарховича, который в то время, ну, просто, ну, классиком, уже экраном, понимаешь, это экран, потом это популярность, потом тебя увидят очень многие, тебя будет смотреть страна, и не только у нас. Ты голову включай, сказала мне, Наталья Георгиевна, и таким образом, это Наташа мне помогла. А вы с Гундарь вы дружили? Нет, мы не дружили, мы просто вместе работали, а как-то так получилось, что я пришла в Маяковку после ГИТИСа, Наташа была, в театре Маяковского Наташа была, да, и она вообще была очень удивительным, светлым человеком, сильным, конечно, Наташу могла послать, очень просто, и конкретно, и по-честному, вот так вот. Но мне Наташа очень помогала, потому что, как так ни странно, у меня был вот, такой спектакль, агент два нуля, тогда был это мюзикл, висели на люстрах, просто это просто, да, такой был мюзикл, очень известный. И у нас был вот, водили другую там актрису, и были интриги, как в театре, уже даже не хочется мне 300 раз рассказывать. Вот. А я что-то сидела и долго ковыряла в носу, где-то там на задних рядах, вот так сидела, и думала, и как бы не сильно-то я прямо так вот водилась. Наташа меня как-то перед показом позвала к себе и говорит, значит так, в театре интриги, как всегда, вот, говорит, зачем тебе нужна Розанова? Грудь, это все, на что Гундарева сказал, знаете, вот мне ноги, грудь, мне уже пофигу, я, Гундарева. Вот такая умница была. И она говорит, сейчас ты, если ты вдруг остановишься, а показывать Гончарову, это, знаешь, это показывает этот, ну, я даже не знаю, с чем сравнить степень нерва, ответственности и страха, когда Гончаров, да, собирал, и нужно было ему показываться. Хотя у меня уже блондинка Гинка сошла на филиале, и он слышал об этой актрисе, а здесь показ Гончарову. И она говорит, вот сейчас будет показ, значит так, ты ничего не боишься. Если ты вдруг оступилась, забыла, иди чеши дальше, мы все тебя подхватим. Я не знаю, что я делала, но я знаю, что Наташа, Володя Ильин, который участвовал, там, все вокруг меня работали так, что Андрей Александрович забыл вообще обо всем другом. Не я там показал, это они сделали мне все показ. Да, вот это было так. Это правда, что пока вы снимались в Петербургских тайнах, был захват, ну как захват, обстрел Белого дома? Да. Насколько это коснулось съемок? Мы уходили на каникулы, летний блок заканчивался, мы уходили на каникулы. И мы не успели разгармироваться и переодеться. Да, и взорвался, и вот ночью ездили все эти вот машины, ПТР, мы сидели, потом мы сидели в павильоне, у нас, по-моему, одна бутылка каникана всех была, откуда это оказалось, спали на кушеточках, на этих, да, утром выходили. И вы просидели где, получается? В павильонах, в этой, в комнате нашей, где, вот все эти комнаты, где группы находились. Потом сказали, вы с ума сошли, идите в павильоны, да. Потому что это было рядом, правильно? Все, да, все рядом, все там, прям в теле, все прям вот там, прям на глазах. В телецентре Останкино? Да. То есть в тот момент, когда там проламывали окна, бегали, значит, все спецназовцы, это захватывали телецентр, то и вас оборудовали, вы все это время провели там? Да. И не выходили? Нет, выходили только утром, вышли полодиннадцать, или полдесятого на свое время, не знаю. У тебя от этого такое отвращение к политике? Ну, почему отвращение к политике? Просто есть актеры, есть актеры, есть люди, есть личности, которые занимаются, и у них это получается. И они как-то что-то в этом смысле могут сделать. Для людей, для страны, народа, для себя, для кого, не знаю. Я не, не, не хочу этим заниматься. Не хочу оставить себе жизнь, восприятие жизни, детство, любовь, и так далее, и тому подобное. Потому что, а потом, ты знаешь, я прожила, вот у меня мама вынуждена была заниматься, хотя она очень себя... Мама была большим партийным начальником? Была. Она была секретарем организации, членом пленом обкома. Я сейчас запутаюсь во всех этих вот этих аббревиатурах, кто был обком, где там... Она была секретарем партийной организации, театра, 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 да. Но когда она стала депутатом, или как вот это в Рязани, члена пленного обкома, у нас в доме никогда не было... Она не ходила за циковскими пайками никогда. Почему? Потому что не ходила, потому что она была вот такая вот. Ну, она говорила, у нас все есть, а у нас действительно все было. И первый, и второй, и третий капустные пирожки напекла, и все эти вкусности раньше нашего детства. Это жили все, няня со мной жила, все было. Ну, вот чтобы пойти, взять там что-то, вот там... Нет. После того, когда у всех появились там музыкальные инструменты, где жить, на чем спать, она сказала так, я больше на гробы не работаю. Она называла мебель гробами. Я люблю мебель по жизни менять, я другая. Я люблю делать перестановки, ремонты. Ну, и им делала все. Вот. Она при этом, она была очень как бы книжным человеком. Она себя воспитывала из деревенской девчонки. Просто очень образованный человек, очень. Сколько она знала, читала стихов, вообще все время тебя тянуло, тянуло туда, как Мюнхгаузен из всех ситуаций. И она имела возможность иметь большие с этого, как это назвать правильно, Катя, подскажи мне, ну, с этой политической... Дивиденды. Дивиденды, да. Но, тем не менее, ей ничего было не надо. А зачем она туда пошла? Потому что она верила в мир. Она была идейная коммунистка? Она была не идейной, она была... Нет, потом она говорила уже, когда совсем стало это, она говорит, меня коммунисты обманули, все не так. Я говорю, тебя никто не обманывал. Ты все равно бы верила, помогала бы делать людям какие-то квартиры. Все, она многим помогала. Наверное, конечно, что-то на пути, чего я не знаю, наверное, было, конечно, да. Но я помню, что она не разговаривала никогда какими-то лозунгами, она все говорила от себя. Вот. Я знаю, что у нас был процесс в Рязани когда-то, по-моему, по поводу Соложеницына, да, и какое-то письмо, которое вот надо было там, давай, тебя, как всегда. Эта мама говорит, я этого делать не буду, сказала моя мама. Я не стала его подписывать. И что из этого было? Ничего не было. А за что? А что можно было? Она так, она так жила, так чувствовала, так брать-то у нее ничего не было. Что у нее можно было забрать? Или за что ее можно было наказать? Вообще ни за что. Понимаешь, поэтому так вот и не прилипло, и ничего не сделали. А тебе предлагают там в ту или в другую сторону, в политическую качнуться? Ну, у нас постоянно какие-то идет борьба, а то давайте за одного пойдем поборемся, за другого поборемся. Ну, бывали, предлагали, да. А ты что? Я ничего, я живу, видишь, общаюсь с тобой прекрасно, живу. Вот, обожаю рисовать, как в детстве. Картины. Как это началось? Нет, ну, я все время завидовала художникам, и, наверное, завидовала этому образу жизни, когда ты сидишь, ты, вот, как бы, холст краски картины, как вы громко сказали, Катя. Сейчас я принесу, я принесу, мы будем обсуждать картины при картинах. Кать, не надо ничего, понимаешь, так как я не художник, поэтому я... Раз, это кот. Я совершенно... Это коты, три кота. Это картина со смыслом. Почему? В смысле с каким? Класс. Да, это три кота. Три кота, потому что, когда... Я вообще не очень приживаются у меня коты, я всегда была собачницей, бегала, как собака, вот. Но когда не стала папой, я, младшая племянница Аньки, вот нашей маленькой Розаненьки, давай, Анька, ищи кота. Я снималась в Питере, и вот вдруг я смотрю в доме, приезжаю в доме, вот такое чудовище, которое вот здесь вот изображено, надо мною. Да, Маркиз по паспорту, вот. Ну, сокращенно, Марик, конечно, еще люблю его звать Маруся, потому что, знаешь, такой... Ау! Ну, это какое-то, это человеческое существо, которое уже не кот, уже как судьба, потому что, я даже не представляю, как вот его бы не было. Ну, и в общем, когда я поняла, что мы не хотим отдавать его туда маме, и вот туда... В Рязани? Я говорю, еще кота, да, да, да. Еще одного кота? Да, а у Аньки к тому моменту был вот этот вот буч, вот этот вот серый, вот этот вот, это котопес у нас, вот этот серый, это котопес. Это Иннокентий, которого мы достали, вот который появился у мамы, вот он действительно был с какими-то сумасшедшими глазами, и вот такой вот, вот это вот, как вы называете, Катерина, это вот картина. А там сзади, похоже, что это коктебель? Нет, это ничего не похоже, это просто, я люблю солнце, я люблю море, парус, это вот, это десятый год, ну, если говорить, знаешь, есть года, которые не забываются, и они очень яркие, потому что это год, в котором ушел папа, который меня любил больше всех на свете, это правда, но так оно и есть, и ушел, я его держала за руку, я успела примчаться со съемок, и примчаться из Москвы, и отпустила всю семью, которая была с ним, я не знала, что он уйдет, вот, даже я успела его помыть, понимаешь. То есть вы успели попрощаться? Я всех отпустила, и говорила, он тяжело, с трудом, но я все время жалела, он говорил, все время, посиди отдохни, даже когда ему было плохо, он все время жалел, да, я говорю, папа, я не устала, я его как-то, это все, и я не знала, что он уйдет, это было март, март, это был март, это еще время такое противное, вороны аркают, каркают, и очень интересно, там молодой врач, который, я говорю, по-моему, он ходит, а я видела, когда мама, ну, я видела, что, как, знаешь, я не знаю, как это назвать, как это правильно, ну, видела, как-то есть момент, когда человек начинает в жизнь уходить, это, вот, кто знает, это, да, знаешь, вот этой левой рукой, перед тем, как уйти, папа показал наверх, вот так, широко открытыми глазами, вот так, я говорю, папа, что там, папа, кто там, я врача, куда он показывает, ну, это такой, знаешь, это такой вот состояние, когда не понимаешь, что спрашиваешь, не понимаешь, что дальше, когда вот это, вот он прям, вот так вот туда вот показал, вот, понимаешь, молодой врач убежал, он опустил руку, и вот как цветок вянет, да, когда вот он прям так, вот так я видел, как человек ушла в жизнь, я поцеловала его руку, у него здесь якорь был, потому что он у меня моряк, это, это, сейчас могу сказать, что это благодать, понимаешь, вот это блага, смерть, а потому что он любил меня очень, я для него девочка вторая, это рыбалка, это грибы, это все, это, приезжал ко мне часто, батька этой эмоции, в период возраста, знаешь, когда мы взрослеем с батей, мы ругались, там, эмоционально спорили, это действительно вот так, вот, понимаешь, и это, да, я любимая его дочка, держала его за руку, и это мой любимый папа. Я ходила по коридору и говорила, если я вот так вот мне, вот судьба, вот такой момент случается, да, вот что я должна вот в нем поучаствовать была, хочу что-то сделать, профессия, а где еще, хочу высказаться, и пришла Фурцева, я не знаю, какой был политик, действительно, Катерина Алексеевна, ну, по-разному все, даже не про это, а эта история была, в общем, женская, по-женски, да там же судьба женская. Там у тебя музыка, чего так орет? А, поняла, поняла. От жены прячешься. Да я хоть сейчас готов сказать ей, что люблю только тебя. Когда мне пришла вот роль Фурцева, я же так что-то понимала, что кому-то понравится, не понравится, но это не важно. А чисто по-человечески, что я могла знать о ней, ничего же не знала. Да? Поэтому я ходила, нет, ну, я много читала, мне много рассказывали, меня даже познакомил продюсер Лева Карахан с Мариной, с внучкой, что еще больше ответственности положил мне на мои плечи, еще больше. Вот. Хотя в сценарии там было все написано. Я к чему говорю, что мы с моим старшим внучатом, племянником, крестником Егоровым, он тогда был маленький, сейчас он студент, здоровый, вот такой вот красавчик, вот. Ездили на Девадевичье кладбище, и покупали астры, и привели могилу в порядок, и, да, я тоже поговорила. С Форцевой? Да. А как? Ну, да, может быть, это кажется... это ужасно интересно. Это же вот, ну, мы все-все говорим про феминист, то есть 50-е, но она же по-настоящему первый большой государственный деятель, женщина. Да. При этом это человек, который руководит культурой, не особо в ней разбираясь. Да? Как это? Ну, ты знаешь, как тебе сказать, наверное, много минусов, и кто-то считает, что кто-то, кто-то не любит, кто-то считает, но она сделала очень много хорошего, но так не бывает. Например? Она сделала очень много кинотеатров, очень большое количество кинотеатров. Я знаю, что старая, старая гвардия, может быть, той же, которой сейчас и нету, Большого театра, они все с боссоважением к Екатерине Алексеевне относились, потому что Бельфорцева был большой, были связи. Но любая политическая фигура, это знаешь как... Ну, зачем об этом говорить? Но ты папина дочка. Ну, как тебе сказать, я не могу, да нет такого папина, мамина. Просто в какой-то момент, ну, мама, действительно, мы с ней очень похожи. Вы знаешь, как мама все время говорила, какую-то работу она посмотрела, а мне всегда интересно, ну, конечно, понимаешь, да, родители, когда в профессии, она говорит, тырка, ты уже умеешь какие-то вещи, которые я, но ты научилась уже тому, вот этого я никогда не сделаю. Понимаешь, это как-то... Поэтому батя, батя, да. И папа все время говорил, знаешь, уже когда там в возрасте, говорю, батя, папа, как дела, папа? Он говорил, дочь, не было бы хуже. Знаешь, вот такая установка веселая, да, и уже когда нога, уже там ноги болели, а уже нам там было 80, там уже 2-83, мы за грибами все равно шли. Блин, ты что? Я очень люблю грибы, с Ириной. Да, и я обожаю. Нет, папа книги писал, пел так, что Кать, все штабелями должны были вложить. Они вообще красивой парой были, очень эмоциональны, и за 60 лет их совместной жизни было, наверное, ого-го, сколько эмоциональных моментов, потому что, когда папа не встал, и мама говорила, вот, ну, уже когда совсем там тяжело, и возрастно, и говорю, вот, у него точно в этом городе ребенок. Мама, я честно скажу, что у него должно быть в каждом городе по ребенку, потому что вот такой генофонд надо поднимать. Мы с братом очень красивые. Ну, как можно было пошутить еще? Правда, они были, был очень красивый человек. Когда он мне показал, я тебе рассказывала, да, вот сейчас эту историю, вот я должна была вынуждена поехать, похоронив, на съемки, и потом вернуться обратно, но я летала на машине, я смотрела вот туда, в облака, в облака, не было никакого, знаешь, такого тяжести, ужаса, вообще какого-то кошмара. Это были вот такие облака, и батька, и туда, и, понимаешь, вот такое вот, да. Что после смерти? Жизнь. Точно? Абсолютно. Откуда ты знаешь? Да я хочу в это верить, и мне на все остальное наплевать, на все теории. Я знаю, что это не может просто так закончиться эксперимент под названием жизнь. Наверняка что-то есть. Безусловно. А потом, ты знаешь, я же, например, тебе расскажу, так как я с какого-то момента стала очкариком, где-то к 45, у нас, ну, к 50, в семье у всех кинетическое зрение стало ухудшаться. Раньше я видела, как кошка, стопроцентное зрение, как правило, он потом падает. Я вижу, тебя так прекрасно вижу, да. Вот ты причем-то в расфокусе в таком. Но когда появились очки, я сначала а-а-а-а-а-а-а-а. А потом, какой кайф. Это стало мой любимый аксессуар. Любимый. Я без этого домика не могу жить. У меня огромное количество очков. И вот я недавно собиралась на передачу, у меня есть еще одни очки. И много думаю, подожди, я уже все собрала, я куда-то собиралась. И думаю, а мне вот, я не могу найти очки. Я же ходила где-то в них. Ну, ну, все, все просто. Где мои очки? Фильм офицера. Помнишь? где мои очки? Думаю, ну все. Ну я же ведь покупала, у меня же много их, я достаю другие очки. Потому что я же вижу так, думаю, ну что, я может мелкие предметы не вижу? Вижу. Не потому что я прям вслепую ухожу. Ну нет, и все, ну нету. Не верь приметам. Я вдруг вспоминаю, как моя свекровь в законе Аллочка, еврейская мама моя свекровь Аллочка. Это по какому мужу? Это по тому мужу, по Ну вот сейчас зачем? Я сейчас, знаешь, буду путаться. Как бабушка в детстве путала. Потом путала. Галя, Ира, Зоя, Рая, как тебя зовут? Ладно, свекровь Аллочка. Ну какое не свекровь Аллочка? У меня действительно, у меня практически вот моя свекровь, такая законная, с которой жила даже со мной в лесном. Это Аллочка. И она все время говорила, что ты потерял? Когда потеряла что-то? Переверни стакан. Примет, вот такая есть примет. Переверни стакан, вещь найдется. Я вообще в приметы не очень, как бы так, да, чтобы себя не чурмурить, а то из дома не выйдешь. Там это, 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 и тогда дойдет, что-то будут. Чурмурить? Ну чурмурить с приметами. Знаешь, когда говорят, вот, человек идет, думаешь, боже мой, одни приметы. И я думаю, о, у меня же там стоит шкаф такой, мой любимый, авиатор есть. Он, правда, из этих самолетных крыльев сделал. Думаю, вот там стоит тот стакан, сейчас я его переверну и найду. Я иду туда и понимаю, вон они лежат, маячки. Те, которые я искала, понимаешь. То есть примета сработала до того, как ее применили? И примета сработала, и память работает, и люди, которые... Я, например, очень часто говорю, помогите. Вы же там все, вы же сильнее, помогите. Я не знаю, как это работает. У меня работает. Это правда. То есть, когда тебе плохо, ты обращаешься к тем? Ну, не почему-то обязательно плохо, а когда мне хорошо. Да, я тоже вспоминаю, конечно. А куда? Ну разве это может куда-то пройти? Это же моя жизнь, пока я есть, отживет. А там посмотрим. Но я думаю, что обязательно что-то должно там быть интересное. Я не хочу другие сейчас. Мне прямо сейчас другие мысли совсем не нужны. Я прямо даже думать не хочу по-другому. Только так. Так оно и есть. А это вот мне очень нравится, тоже такая веселая. А это рукой или... Рукой, этими водными красками. Где рукой, где так, где вот отходил. Я чувствовала себя художником большим. Это вообще я чувствовала себя где-то... Где-то, ну, не совсем, но, наверное, где-то как близко к вангубу. Нет, это вот действительно, ты знаешь, это такой потрясающий релакс, когда, или как это назвать, год десятый трудный. Ну, я уже говорю, вот это все связано с этим годом, когда... И папа ушел, и была вот эта вот работа. А потом была еще Катерина в Питере с Сашей Балуевым. И было такое, помнишь, завещание Петра, картина. Неважно. Такие роли эмоциональные. И мне зимой просто вот надо было просто, знаешь, куда-то уйти в какой-то мир. Ага, чтобы так... Я сейчас сяду и как художник что-нибудь нарисую. Нет такого. То есть сейчас ты рисуешь больше? Ну, сейчас еще нет. Но они у меня дома есть, всегда с детьми что-то приезжают. Мы рисуем с червяками, с браварятами маленькими. Червяки – это кто? Ну, я так иногда, дети из-за волоскового червяка. Почему червяк? Потому что червяк – это самое чистое, самое такое чистейшее животное на свете. Пока они первозданные, они такие... Ну, маленькие червячки. Сколько их? Аня и Наташа. Это две дочери брата. Да, и у них есть тоже дети. Да. Вот. И сколько их, получается, четыре? Вместе. Трое. Трое. Трое детей. Трое. Я распутала этот клубок. И ты – глава этой семьи. Нет. Почему? Ну, нет. Нет, нет. Я, скорее, Дед Мороз или веселый праздник, или скорая помощь. Выбирай, что тебе больше нравится. Нет, мы все дружины. Ну, Егор уже у него своя жизнь. У него уже сейчас два. Он здесь в Москве, у него движуха. Маленькие, конечно. Нет, мы. У нас всех свое пространство, что счастье. Это счастье, когда у детей есть свое пространство. Я всегда хотела вырваться из дома. И я понимала, я никогда не буду жить с родителями. В 15-16 я говорила, я сама. Я все сделаю сама. Мне ничего не надо. Я сама. Ну, вот так с установкой, сама-сама. Я так и иду весело по жизни. По сей день, Катя. А это правда, что в Москву ты переехала со своей няней вместе? Нет, няня просто всегда была. А чего тут переезжать-то? Мы все рядом. Мы тут, господи, раз-два, и мы дома. Я просто не знаю, где уже. Все стерлось. Рязань, Москва, Катя. Это же не расстояние до Риги. Или уехать в Сибирск. Новосибирск. Я жила в Москве. Бабушка у меня в Дмитрию. У нас все родственники в Москве. Я в Рязани как выросла. Мы все время ездили в Москву смотреть спектакли. Я не знаю, где я больше жила. Ну, это практически... Ладно, с няней до какого возраста жила, Александр Сергеевич? А, до какого? Да нет. Это долго на самом деле, Елизавета жила. Долго. Кто-то звонил, говорит... Да, был момент, позвонили. Говорит, а кто это взял трубку? Это Ирина няня. Говорит, как, сколько лет, и все, няня? Нам с Пушкиным повезло. Вот я же говорю, да? Да-да-да. А что было за няня? Ой, она была фантастическим человеком. Она была какая-то с Костромы, такой ткачихой, стахановкой. Действительно, она очень много зарабатывала по тем временам. Она влюбилась... Знаешь, такие были поклонницы. Она как-то увидела маму в театре. И вот она влюбилась в нашу семью. А ее семья была абсолютно бескорыстная. У нее была мама, которая, конечно, Кострома, они так вот еще разговаривают. Мама бескорыстная, абсолютная, которая говорила, Диска, ну что это у тебя, челки-то вот у тебя, вот эти вот, из фельдиперсовые-то, да? У Зойки-то простые, рваные там. У нас же артистка у нас. Ты что, у нас же артистка-то еще какая? Хорошая артистка-то. Ты челки-то давай отдай. Ты себе еще там, ну это, надкешь, надкешь себе еще это. Или часы-то золотые, Лизка, тебе не нужны часы золотые. Зойки-то отдай, Зойка-то артистка. Вот это какое-то вообще... Это тоже судьба, Кать, потому что, ну как это объяснить, когда Павлика воспитала всю жизнь, Лизавета жила с нами, а в один день родилась с ней, а в один день, Кать. Она ни в своей семье не создала, она все просто... Это моя вторая мама. Это мои первые колечки, платьицы красивые. Она работала в костюмерном, потом в реквизиторском. Я приходила, и все платья принцесс были мои. Я ходила в тайне в перерыве, и ходила, и гуляла, понимаешь. Это какой-то уникальный человек, который отдал нам всю свою жизнь. Говорит, какой у вас самый крутой подарок в детстве, вы вспоминаете, какой? Это было аккорд. Я не на аккорд. Потому что в дом, мне было 5 лет, в дом внесли что-то такое яркое, что-то такое черное, оно блестело. Еще вот этот запах какой-то фантастический. И мне казалось, я сейчас сяду, и как я пойду все это красиво делать. Но это казалось жуткий труд, естественно. И музыкой я занималась много для мамы. Мама очень хотела. Я была человеком небеспособности, естественно. Мне просто зажали правую руку в музыкальной школе. Я в музыкальном училище училась. Но понимала уже, что все, я не могу, я хочу в театр, я хочу в театр. Я не хочу больше мучить педагогов, потому что из меня педагогом бы не стало по музыке. Но это понимаешь, да? Если бы я была мальчишкой, я бы вошла бы в ударники, точно бы, понимаешь, куда-нибудь. Вот там бы я оторвалась. Вот. И родители на гастролях. А я уже понимаю, что вот все, я уже все не могу больше в этом училище. Елизавета мне говорит, все, хватит. Чего мучиться, все, хватит, хватит девку мучить, все, уходи. А мама не знает. А это, это муря шекспировская, когда мама узнала. Это просто такая трагедия. Ну, это прямо вот так вот серьезно было, если бы мама узнала. Ну, она всегда была им защитой. И мама начинала, как ты бросила на кольцо чилище. Ну, потом все как-то так. Она всегда была таким, знаешь, моим. Или вот, например, в пионерский лагерь. Я честно всегда говорила, честно. И причем я искренне верила, что мне будет очень хорошо. У нас прекрасные залучшие эти пионерские лагеря были, сосновые леса, все это красиво, речки. Там вообще вот мещерские, пишут, мещеруши все переходят, понимаешь, мещерские. Мне просто скажут, хорошее дело лагерем не назовут. Вот. И я всегда говорила. Катя ей сходила, я приезжала, я буду, я буду. Ну, как-то я еще ждала ужина, потому что там была очень вкусная рыбка, жареная картошечка, что-то такое там я ждала. А, нет, ну перестаньте, я люблю рыбу, рыба, это вкусно. Мои рыбачки. И вечером там массовка что-то была, а вот это вот собирать шишки какие-то там это. Но потом, когда я там была, плакала вся палата, потому что я умела испортить настроение всем вокруг. Я делала это очень, очень, как это называется, садистским образом. Я это делала, потому что я говорила, что нельзя, нельзя жить не в свободе. Вы понимаете, что мы не свободны. Это ужасно. Это концлагерь. Понимаете, говорю, ну какие там собирать шишки, блин, для какого-то вот этого отряда. С трубой ходить, это не свобода. Рыдала со мной вся палата. Приезжает моя Елизавета Васильевна. Я говорю, я не могу больше. Все, у нее разговор. Все, ребенка больше не надо больше мучить. И мы с ним идем, с ним по лесу. Я не сучим. И идет моя мама нам навстречу, который тоже приехал навестить меня. Они между собой не договорились? Не договорились, видно, как-то. Не договорились. Я это раньше поехала, как-то не договорились. И уже успела меня забрать. Идет мама такая, все что-то. Она там, ой, едет. Думаю, дочка. Наверняка учит какие-то стихи, потому что она все время что-то учила. Там что-то такое. И видит меня. Я бросила чемодан в сторону. Отбежала к сосне. Я говорю, мамочка, я буду каждый день заниматься музыкой по 12 часов в день. Ну, ее безумно любили, безумно. Она была очень преданным и большим профессионалом, и человеком таким, да. Так до скольки лет Елизавета жила с тобой? Долго, очень долго, долго. Я не помню, Катя, вот года, честно говоря, не помню. Ну, какой-то год может быть, но... Ну, долго жила, долго в Москве я со мной жила, долго. Я уже взрослая была, уже совсем взрослая. У меня была няня. А это было удобно или это было неудобно? А ты воспринимаешь, как няню? Вот как вот, понимаешь, у меня был большой дом, она жила, и как неудобно? Неудобно почему? Как большой дом? Это же были съемные квартиры. У меня были съемные квартиры, но у меня когда-то был большой дом. Он был не мой, но был. Ну, мой и не мой был, поэтому она там жила, да. Ну, когда-то у одного из мужей был дом 900 квадратов. Два дома. Я очень этого не хотела. Там был огород. Огород, я понимала, что эти кирпичи – это что-то очень большое. Я могу только сейчас с юмором говорить на эту тему. Либо надо долго рассказывать. Долго жила няня. Ты снялась у целых двух режиссеров Тодоровских, у отца и сына. И в этой связи довольно такое, ну, как бы, интересное мое наблюдение, да? То есть ты и у одного, и у другого любимая актриса. Это я не знаю. Ну, это видно. Не по одному разу снималась, как минимум. А в чем разница? Ну, я не могу сказать, какая-то есть разница. Просто, как тебе сказать, когда появился в моей жизни Петр Ефимович с «Интердевочкой», для меня это был классик, режиссер. Ну, не классик, а был уже режиссер, который, понимаешь, да, я вдруг встречаюсь с Тодоровским тогда. Это просто коленки дрожали по молодости, да, в молодом возрасте. А ты правда, что он не хотел снимать «Интердевочку»? Я понятия не имею, Катя. Вот я не знаю. Надо спросить было у кого-то, кто знает, что я не знаю, хотел ли он снимать. Я знаю, что мы все хотели ее сыграть, что понятно, естественно. А что понятно, естественно, на самом деле непонятно и неестественно. Ну, как это почему? Всем хотел сыграть. Ну, у артистки всегда хотят главную роль. Ну, это прям понятно даже без слов, что. Подожди, нет, это еще излет Советского Союза. Это история, по большому счету, про любовь, но по небольшому счету сюжетно про проституток валютных. Так. Ну, в общем, еще это не было так прям сильно принято. Принято что? Раздеваться в кадре. Там не было, по-моему, ничего такого «Интердевочки» нет. Наоборот, почему эта картина имела успех, на мой взгляд? Прям такой, ну, как сказать, она и сейчас эту картину многие любят, пересматривают, и актрисы все замечательные, уже что говорить, это время. Тогда просто мне кажется, те, кто не читал книгу, и кто не знает произведения Кунина, да, все побежали быстро посмотреть про проституток. Как это интересно. А какие они проституты? Профессия новая, что называется. А все же Петр Ефимовича снимал про людей, мужчины называли его, женских делмастер, ювелирных делмастер, да, у него много очень актрис, которые сыграли свои какие-то, ну, очень классные, значимые женские роли. Поэтому, наверное, все побежали посмотреть, как это там стать проституткой. А там, в итоге, человеческая история получилась, просто такая трагически человеческая. У нас с этим фильмом очень тоже много связано, конечно, смешно, потому что так, как мы тогда выглядели, наши костюмы, конечно, они вводили в шок вообще всех, всех вокруг. Мы когда-то снимали у Курского вокзала, вот там, где в больнице, где Лена и Настя Немоляева, они работают, да, мы с Ингой в своем, в ночном наряде приходили. И тогда же не кормили, по-моему, обедов не было, не кормили, у нас либо мы с собой что-то носили, у нас было там, не знаю, там рубль, что-то. В общем, мы решили пойти кофе попить. А переодеваться это было невозможно, потому что здесь наклеены ногти на клей-момент, колготки одни, ну, две штуки, не дай бог порвать, потому что они везли из-за границы нам это. Все мы были уже с утра вот такие. Ну, я была наряжена, все было сделано, приколото, накрашено. Мы с Ингой шли с дабку на это впереди, а девчонки шли сзади в белых халатах. Может быть, так приостаново там людей, когда белые халаты видели, понимаешь, может, это было ощущение. Но народ прямо действительно останавливался. Мы так достаточно долго прошли. Вот магазин Людмила, по-моему, какой-то есть, да, там это, зашли в кафе. Как я сейчас помню, люди пили кофе. Мы зашли, смотрели, и сидел мужчина с чашкой кофе. Так вот он и сидел. Он так увидел, и долго не мог понять, что кофе, вот, понимаешь. Потом зашли еще в магазин Людмила, потому что тогда на полках вообще ничего не было, там же совсем просто было пусто. А мы такие все красивые. Мы прошли, и помню, значит, когда мы выходили, там кто-то довелся за дефицитом. Там какие-то кофточки, знаешь, когда в тех временах были. В общем, что-то там покупали. Ну и, в общем, прошла так, женщина какая-то что-то делала, кофты какие-то там покупала. Так Инга прошла, как немножко 25-й кадр. Было-не было так, знаешь, посмотрела. И потом пошло такое что-то большое за ней. Это ты про себя? Да. Большое? Ну что-то, ну там же большое было, да, большое. Что-то от нас кофточка стояла, посмотрела, говорит, баба, баба, а, что это, баба? Кто это вообще? Что это? Чего это? А я тут за этой кофточкой. Ну это было весело, конечно, потому что тогда так не ходили. А что было после фильма? Слава? После фильма Интердевочка был фильм Валера Тодоровского «Катафалка». А, ну между ними-то слава была. Какую славу ты имеешь в виду? Что оборвали на себе волосы, что-то все так... Что на улице рвали одежду на кусочки. Меня очень редко узнают, Кать. И по голосу очень часто. Я вообще умею сливаться, стираться. А еще в жизни очень люблю краситься. Поэтому в Европе вообще со мной не разговаривают на моем языке родном по-русски. Когда я ездила и жила там, нет. Потому что мне нравится так, знаешь. Как у Чехова Генуя сливаешься с толпой. Ну, в общем, нет. У меня такое сумасшествие, сумасшедшей популярности не было. И я, честно говоря, ее не хочу. Я хочу, чтобы было все как есть. Еще про «Интердевочку» один вопрос. А это правда, что «Интердевочка» это первый и последний фильм в советском кинематографе, ну и в российском новом кинематографе, где все артисты получили гонорары с размерной, с прокатом фильма? Да, это правда. И получали отчисления, и это были какие-то большие деньги? Да, да, да. Но у меня были меньше, у кого были больше, больше. Там тоже зависело от участия, что правильно, справедливо, меньше роль, больше роль. Да, ну это да. И потом был фильм уже Валерия Петровича Тодоровского. Валерий Петрович Тодоровский дал мне свой сценарий, когда мы сидели в доме кино, были накрыты столы, и мы как раз праздновали окончание нашей «Интердевочки» или премьеры. Были столы, и мы все сидели. И подошел Валерий Петрович, сказал, я хочу предложить вам поучаствовать, снимитесь в моем дипломной, моей работе. Потому что Валера, по-моему, заканчивала сценарный факультет, да, сначала. Вот, это первая, говорит, моя фильма. Вот, и насколько я знаю, что там это, я обожаю тоже эту роль дурочки. Ну, дурочки всегда прекрасны. Их так здорово играют, дурочки, там такие палитры. Бедненький ты мой, бедненький. Грязненький. Никто с тобой не играет, никто с тобой не попрыгает. Брось эту дрянь. Мишку не дам. Брось, я тебе сказала! Валерия говорила, я знаю, что Валерия говорила. Ты с ума сошел? Откуда это что? Сима Голливер, вот это вот все, вот это вот сумасшедшая Маша. Ну, я очень люблю эту работу, это время, это... Я помню, шла на киностудию Горького встречаться с Артманом. Коленки дрожат, думаю, Артман, Артман, Артман. Артман, да. Ну, открылась дверь. Валера говорит, тебе фрица, ну, познакомьтесь, это наша Маша, она вот так вот говорит. Доченька моя, вот так вот. Это так и было, доченька моя. Почему ты пошла к Тодоровскому, несмотря на то, что у него не было... Ко второму Тодоровскому, к младшему Тодоровскому, не знаю, как сказать правильно, к Валере Тодоровскому, несмотря на то, что у него никакого послужного списка не было, а фамилия успех не гарантирует? Не знаю, ну, это даже вот сейчас такой вопрос, что Катя тогда даже не задумывалась, потому что я знала, что все молодые, отчаянные, талантливые, это было какое-то вообще тоже очень фантастическое время, все дружили, и я, правда, еще не знакома была с Валерой тогда, но вот как-то мне, как-то мне интуиция мне подсказала. Да, вот, наверное, правильный, правильный ответ. Какая-то интуиция. А они между собой ревновали? Что? Папа и сын. Ну, я такого не видела, нет, такого не было, я такого не помню. Я знаю, что когда я пришла, Валера меня пригласила на 50-летие к себе, где было много там всяких, ну, все-все, очень много было людей приглашенных. Петр Ефимович был с Мирой Григорьевной, он говорит, вот, говорит, ну, я сейчас не потому, что я хвалюсь, или сейчас вот так это прозвучит, говорит, смотри, говорит, артиста кроме тебя больше нет. Валера тебя позвал. Валерий Петрович сидит на этом стуле, сказал про тебя, что ты ходячий секс, и ты обещала ему ответить. Я ответил. Пользуйся. Я могу сказать спасибо, Валерий Петрович. Если еще этот секс ходит, то я не против походить. Как ты относишься к своей внешности? Ты знаешь, вот, Кать, я честно тебе скажу, вот я прям совсем не кокетничаю. Вот сейчас я буду себя принимать такая, какая и есть. Чем дальше я себе даю установку принимать, все. Раньше этого не было. Правда. Я вообще долго была корзубая и плоская. Я стояла на физкультуре где-то вторым, наверное, жирафенком таким. Я рвала на себе волосы, потому что мне казалось, что ей никогда ничего не будет. Я буду плоская, корзубая, с коленками, и вот это вот. Корзубая? Что это за слово? Корзубая? Называли корзубка, когда зубы в детстве, знаешь, когда вот молочные меняются и нет зубов, называли здесь корзубка. Корзубые, да, такие, знаешь, такие. Мне казалось, что жизнь не имеет дальше смысла. То есть ты никогда не шла и не понимала, что там дальше сзади падают мужики вот так вот. Ну нет, я не видела, как они падали. Я не очень... Конечно, ты же не оборачиваешься. Зачем? Ну. Мне всегда что-то мешало. Потому что меня спрашивали, когда я разговариваю с человеком, который еще ниже меня ростом, и говорит, а почему вы все время горбитесь? Ну надо же выпрямиться. Я стою, разговариваю, что-то объясняю. Говорю, ну я выпрямлялась. Человек маленький, грудь моя просто, понимаешь, так тут нос упиралась, стыдно становилась. Я опять опускалась. Поэтому, Кать, да, поэтому... Поэтому надо было как-то вот так, чтобы... Самка Богомола. Сериал, который все очень ждали, потому что все фанаты французского сериала. Насколько тебя это тяготило, что все видели французский сериал, и вот сейчас все посмотрят русский? Я вообще об этом не думала. И не смотрела? Смотрела. Очень хороший сериал, все замечательно. Но я больше думала о Хопкинсе, о Молчании и Гнят, и вообще о Хопкинсе. И больше думала о мужчинах в этой роли, нежели о женской какой-то, об актрисах. Хотя говорят, мы женщины кровожадней. Говорят, что женщины более жестокие, чем мужчины. Наверное, да. Но ты себя ставила на ее место? Да нет, конечно. Все это страшная болезнь. Ну как? Не просто месть о ногах. Это не просто месть. Это же ведь задумано, продумано. Это же ведь как бы она все решала, она придумала, и делала это очень... Хотя она же все равно... Ну жертва. Мы не будем рассказывать о содержании. Мы не будем рассказывать о содержании, но она по большому счету... Но она калеченный человек, страшно калеченный. Да, и она совершает хороший поступок ради своего ребенка. Конечно, хороший Робин Гуд. Она только насильников и только педофилов. Как бы ни было страшно, и какие-то события не происходили, но люди же живут дальше, они как-то находят все силы, они находят там... Вот не было у нее сил дальше жить. Как зверь, которого начали гнать, но он пока этого не понимает. А как тебе, Яна? Сильно изменилась. Это же за чего человека нужно довести? Да, да, да. Нет, знаешь, что интересно? Вот это правда так интересно. Когда я сейчас снималась в Крыму и жила в отеле... Ну, в общем, я смотрю, сидит какой-то кузнечик вот такой, зелененький. А накануне была премьера Санки Букалова. Вот такой вот сидит, зеленый какой-то. Я его сфотографировала детям отправить. Потом показываю людям. Представляете, говорю, я кузнечика его как вот сфотографировала. Говорит, это не кузнечик, это богомол. Я никогда в жизни не видела. Никогда. Вот клянусь тебе, никогда. Причем, говорит, самка, потому что мужчины, они коричневенькие. И я вот так потом смотрю, а она сидела, смотрела, никогда до этого не видела вообще. Кого? Понимаешь, она пришла, как поздравить? Вот ведь как. А насколько правдивая история о том, что в театре на Малой Бронной, когда был главным режиссером Женовач, он создал вокруг себя такое актерское сообщество, что это был там чуть ли не такой идеальный прям организм, механизм. И потом, когда все развалилось, у всех в театре все как-то по-дурацки вышло. Ну, начнем с того, что любая команда, которая собирается, таких примеров немало, это всегда другая немножко энергия. Существует какой-то срок команды, которая имеет энергию, потом все-таки что-то уже проходит, понимаешь. И это факт, это, как правило, все команды. А у нас такой был монастырь, хотя на Бронной, когда мы работали, работало очень много актеров с театра Бронной, тех, с которыми хотел Сергей Васильевич работать, понимаешь же. Это же все-таки художник, с кем хочет, с тем работает. Но для меня трагедии не было, потому что меня тут же пригласил Марк Анатольевич Захаров-Ленком. Но там недолго продлилось недолго продлилось. Нет, недолго. Но театр это дом, театр организм. Я пришла в такой большой дом, в великий дом, где вот, понимаешь, мы сидели за этим большим кругом столом, сидела вся гвардия, все еще те артисты, которых я раньше смотрела по телевизору дома. А тут я сижу рядом с ними, понимаешь. Я понимала прекрасно, что меня Марк Анатольевич позвал в чайку, на роль Маши, что очень много Маш в театре. Меня ввели, и я прекрасно съездила с Ленкомом на гастроли в Японию. Это такое счастье. Это просто какой-то великий, великий для меня момент жизни, потому что я влюбилась в Японию, там был фестиваль потрясающий. А потом, ну, так вот жизнь складывалась, я должна была работать, зарабатывать. У меня были антрепризные спектакли. Я не могла мешать семье. Я так и сказала на собрании. Я говорю, знаете, спасибо. Я благодарна театру, искренне. Но я вынуждена уйти, потому что я не могу подводить театр. Я же ведь пришлый человек. Я же не семья, которая там прожила такое количество времени, понимаешь. Поэтому я должна играть антрепризные спектакли. Я играла с Соломиным, с Лариней. А, то есть семья в смысле, что театр-то семья. Конечно, конечно, Катя, Катя, семья. Я думала, что семья, но для семьи зарабатывать деньги надо. Нет, 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 нет. Ну и для семьи зарабатывать деньги надо, безусловно. И сидеть. И Марка Анатольевич, я сказала, что я уйду. Мы с ним долго разговаривали. Он говорит, ну не уходите, не уходите. Мы еще... Я говорю, я не могу ждать. Ну и это правильное решение, Катя. Это абсолютно правильное решение. Никогда. Я вообще никогда не жалею, когда я ухожу. Значит, уже что-то такое случается, что надо валить. Ты так и не дала никому лишить себя свободы? Нет, пока нет. Никакому театру, никакому мужчине, никому? Нет, пока нет. Вот это да, вот это характер. А я потому что... Нет, это не характер, Катя, это я тебе объясню. Это не характер, нет, нет. Просто если я буду находиться в другом качестве, либо в театре, либо с кем-то близким. И это не надо, это будет им неплохо, и будет театру плохо, и будет всем плохо. Зачем? Причем я же нигде не скандалила, потому что я в театре не прижился. Ну да, наверное, вот в свое время там, может быть, и театр Маяковского где-то и обиженным был в свое время, потому что уйти к студентам, мне говорят, ты сошла с ума, ты уходишь из ордена Трудового Красного Знамени, Академического театра имени Владимира Владимировича Маяковского, в который попасть тоже трудно в те времена. Ты уходишь в сарай, и тогда вот человек, да, вот эта студия Рыжкована была, это в принципе такой, да, полуподвал, ты уходишь куда вообще? Из таких театров? Да, и я ни разу не пожалела. Понимаешь? Ты всегда сама уходишь отовсюду? А кто за меня-то? А, чтобы меня ушли, что ли? Нет, я имею в виду, я сейчас сразу таким широким мазком и работаю, и отношения, и все. Нет, ну ты понимаешь, вот ты уходишь откуда-то, я так не сильно и приходила, я пришла, вот куда я так сильно пришла, чтобы откуда-то уйти, что касается работы, ну театры? Ну я сейчас, ладно, на примки пойду. Давай. Ты человек, которому приписывают огромное количество романов, включая два, что ли, нет, три официальных брака. У меня есть ощущение, что все это так, потому что ты сама отовсюду уходишь, потому что никакие отношения, которые тебя к чему-то принуждают, не вяжутся с твоим ощущением свободы. Точка. Нет, неправильные у вас впечатления от меня. Я их не расскажу, я думаете как хотите, зачем, пусть останется загадка, если раз трепешь сейчас про себя, фантазируйте потом, хлеб у вас будет журналистов. Не-не-не-не. Ну не у тебя, у кого-то вдруг, я кому-то потом буду нужна вспомнить. Вот как артистка, Розанова, вот что-то она там, ну вряд ли. А вот ты сейчас неправильно сама свою фамилию сказала. Розанова? Ну я сейчас говорю с тобой, как я могу сейчас Розанова, народ же не поймет, который нас смотрит, Розанова, Розанова. Так называет меня всегда Андрей Сергеевич Кончаловский. Он называл меня исключительно Розанова. Вот. Образованный человек? Да. Ты знаешь, действительно, вот кроме как с юмором, а тем более сейчас, я вообще никак не могу ни о чем говорить. За мужем я никогда не была за мужем. Ну, может быть, чуть-чуть. Вначале я была за мужем. Потом я всегда сама-сама-сама-сама. И это не к тому, что прям меня там, знаешь, что-то там не... Это вот я прям так счастная. Характер. Ну я тоже, как и ты, привыкла работать, понимаешь. И мне это доставляет удовольствие. И я люблю, и как я не понимаю, как-то без этого было бы. Но я везде строила, делала ремонты, я любила строить квартиры. Я обязательно, в отличие от тебя, все создаю мир, быть. Потому что для меня дом, как для рака, это прямо вот такая вот, знаешь, или вообще... Это прямо то место, которое просто... Место моей силы. Место силы, да. Нет, они все были искренни, абсолютно. Это не было союзов... У меня не было меркантильного союза, который бы я сказала, вот сейчас я, потом что-то меня. Нет, это все были очень эмоциональные и человеческие встречи. Наверное, поэтому и остались человеческие нормальные отношения по большому счету. Ты влюбчивая? Ты знаешь, нет. И вот у меня стоит дома такая овца такая, знаешь, вот такая очень-очень клевая напоминалка. Ирка, не будь овцой. Помогает, но не всегда. Ты знаешь, может быть, и я влюбчивая, но, скорее всего, наверное, когда в меня влюблялись, вообще там, ну как влюбчивость, творчество, это все. Ну, влюбчивая, конечно, наверное, безусловно. Ну, и не всегда я была инициатором этой влюбленности. Как-то вот она приходила, вот, а потом я начинала что-то, а потом я, а потом, ну, вот. Если бы ты могла снова родиться, кем бы ты выбрала, мужчиной или женщиной? Ну, наверное, мужчиной, конечно, женщиной его. Или вот сейчас, вот раз ты говоришь, что я не настоящая женщина, вам не больше... Я наоборот говорю, что ты супер настоящая женщина. Спасибо, спасибо. Мне показалось, ты бы говорила по-другому. Нет, я наоборот говорю, что ты супер женщина. Что как раз к такой женщине, ну, очень трудно подобраться. Почему? Ну, если я мужчина, например. Я бы опасалась. Нужен быть супермужчина. Бойтесь. Кем бы я была бы? Ну, давай придумаем что-нибудь этакое. Катя-то думает, мало живут. Кать, ну, я не знаю, как вы это думаете. Вообще спросила, мужчина или женщина. Как им учились котята. А почему должна обязательно выбрать мужчину или женщину? А может, можно выбрать какое-нибудь красивое животное? Можно. Черепаха. О-о-о. 300 лет? Да. Прикинь, сколько она видела. Она точно знает ответы на многие вопросы в жизни. Я думала, что она многое хотела бы забыть. Я пришла бы мужчиной. Как ты думаешь, могла бы быть президентом России женщина? Да, вряд ли. Почему? То есть могла бы или может стать Россией женщиной? Ну, это один и тот же вопрос. Нет, ну, могла бы. Почему? Конечно, могла бы. Ну, может ли? А вот это я не знаю. А ты бы хотела быть президентом? Я? Да. Не с ума ли вы сошли, Екатерина? Я же так никуда не захотела пойти и не хочу. Меня в комсомол с трудом приняли два. Жды принимали, а не хотели принимать. Почему? Ну, там, конечно, человеческий фактор сыграл, естественно, потому что у меня была первая любовь, очень красивая, Сережка Пантюшин. Это был прям он, летчик. Потом летчик, я в артистке пошла. Как красиво! Да, это очень красиво. Сережка фантастический человек. Правда, была такая первая, какая-то очень такая прям потрясающая любовь и дружба. Вот. И... А в него была влюблена его одноклассница, которая была секретарем комсомольской организации. Вот. А они же старшеклассники, а меня принимали комсомол. Ну, вот тоже, конечно, вот это сыграло, наверное. А потом там нужно было выучить демократический централизм. Вот сейчас-то я, знаешь, как память сохраняет. Сейчас, если я не забыла, руководящим, могу наполнить, организационным принципом, руководящим принципом организационного строения комсомола является демократический централизм. Но это вообще запомнить невозможно. Я так и не выучила. И до сих пор не знаю. Кстати, самые трудные, если говорить, что трудно играть, в той же вот Фурцевой номере было, безумно трудно играть. Прям вообще невозможно. Клянусь. Что-то наше рулевое, что-то наша партия. Все, в башке вот так вот стоп, прогресс. Стоп, подождите, как же дальше-то? Начинаешь же эмоционально что-то. Нет, с трудом комсомол принимали. Потому что я не... Вот что касается пионерии, мне нравилось. Потому что, я даже понимаю, почему. Потому что я не могла дождаться, когда можно надеть эту новую юбочку. Такую прекрасную, с этой кофточкой, с такой прекрасной белой кофточкой. И что-то красное. Ну, галстук, да. Это же был новый наряд. Я мечтала, я помню, актовый зал, солнце. Красивое, что-то такое. И ты ходишь, а уже какой-то другой, немножко женщина, и другой ходишь. Это было просто прекрасно. Она уже комсомол нет. То есть спрашивать о том, что бы ты изменила в нашей стране, если бы была президентом, бессмысленно? Конечно, не надо. Есть очень серьезные, хорошие артистки, которые в политике, которые прямо вот сели бы сейчас тебе и прямо рассказали бы, как умные, серьезные актрисы. А я шик, как дурочек будут. Милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Безопасность. Но тут тоже все понимаешь, так вот нельзя ведь так вот на твои вопросы ответить, что прямо черные и белые. Они же такие вот, вот нельзя так. Поэтому они такие вопросы. Ну, так нельзя так. Ну, вот, конечно. Карьера или семья? Семья. Как ни странно. Я объясню, почему. Потому что даже когда я ездила сниматься в 90-й год, когда никто не работал и не было работы, а я ездила сниматься в Майами к режиссеру Ирону Джану в комедиях, которые не, как вот ты говоришь, не гордость моего послужного творческого списка. Да. Понимаешь, может быть. Но народ любит. А это уже другая тема. Вот. Но я же знала, что у меня семья. Я же делать не для карьеры ехала туда. Это была семья, и мне нужно было помогать. Понимаешь, поэтому вот как, конечно, семья. Потому что если бы у меня было много денег, прям так совсем, прям вот еще чего-то, знаешь, я вообще бы не работала бы. Да? Угу. Ты бы смогла не работать? Да. Конечно. То есть вот это вот все то, что ты мне последние два часа рассказывала про профессию, которую ты так любишь. Нет, это замечательно, Кать. Ну, я бы тогда находила те вот, вот тот кайф профессии, когда я действительно могу, я не могу сказать, что я вот прям так чешу, там везде все тяжкие, даже наоборот, я отказываюсь, не буду прям обижать проекты, потому что сейчас они очень сильно прозвучали, и денежные, я прям действительно реально отказывалась, потому что это не мой формат, и мне это не заходило, мне казалось, это совсем не мое, понимаешь? Сейчас скажут, дурочка-то зря, да ты что? Может быть и зря, но это вот, я отказалась когда-то от сватов, да? Я просто даже не стала рассматривать эту историю, хотя это любимый ишенародом, я знаю, что это такая история, которая долго кормила и артистов, и всех, но просто вот жили-были, картина скорее, она ближе ко мне, вот облако рай, чем вот сваты, вот по даже, понимаешь? Облако рай, мой любимый фильм. Да, 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 поэтому, Кать, да, поэтому это все семья, а что ты еще спросила сейчас? Карьера или семья? А, я говорю, семья, конечно, семья, семья, и всегда только семья, Кать, и ничего кроме семьи. Можно сказать, что ты собой жертвовала ради семьи? Нет. Вот когда вкалывала с утра до вечера? Нет, это не жертва, это нормально, это все так, а что, какая там жертва, а что, а кто по-другому, я что, единственная, что ли? Когда мама болела, сиделки и все, и это поездажи, это я даже не помню, только это все так живут, вот нет подвига, это нормальная жизнь. Нормальная жизнь. При всем при том, что не всегда работа очень интересная, все равно, все равно можно из любой ерунды придумать что-то интересное. Ну, есть же люди, есть же мы, вот когда что-то не складывается там, бывает, мы же все живые, не складывается, тяжеловато, а там мы можем все что угодно накуролесить и придумать себе даже день, когда встаешь, а день противный, а ты придумывай все вопреки, скажи, нет, хорошее, нет, классное, нет, нет, это, и так потихонечку, 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 грешишь. Та-дам! Субтитры создавал DimaTorzok